7 лет революции достоинства. Повороту не туда украинской истории. Григорий Игнатов в журналистской правде за 21 ноября 2020 года. 21 ноября Украина отмечает седьмую годовщину начала Евромайдана, а также День достоинства и свободы. Если быть все-таки более корректным, то отмечает эту дату не вся страна, а кучка чиновников, блогеров и журналистов, но тем не менее есть повод вспомнить, осмотреться, поразмыслить. Ни для кого не секрет, в том числе и для подавляющего большинства самих революционеров, что каждая годовщина Майдана становится поводом год за годом признавать самоочевидную вещь. Вместо перемоги получилась тотальная зрада по всем фронтам. Нет смысла в очередной раз повторять все сказанное за предыдущие 6 лет. Ничего не поменялось, и все перед глазами. И война, и коррупция, и нищета, и отток населения, и политический тупик. А почему все так? В какой краткой формуле можно уместить причины? Что есть основа благосостояния, развития и устойчивости любого демократического государства? Ответ просто очевиден. Уровень политической культуры и гражданской ответственности общества. Чем на более высокой ступеньке сознательности стоит избиратель, тем качественнее и политика, экономика и культура в стране. А чтобы такой рост был, нужно не мешать естественным демократическим процессам, свободе слова, конкурентной и политической деятельности, терпимости к идеям друг друга и так далее. И вот революция достоинства все это подкосила, обрубила, сделала невозможным, отправила в прошлое. Начались убийства журналистов, нападения на телеканалы, поджоги штабов политических конкурентов, травля всех несогласных, дискриминация миллионов людей. Вау, и надо же, каким-то необъяснимым образом все это не замедлило сказаться на общем падении уровня жизни. Из чего бы это? Вместо рывка вперед получился откат далеко назад. Вместо свободы получилось порабощение. Вместо революции махровая реакция олигархов и нацистов. Простой вопрос. А кто-нибудь вспомнит некий базовый лозунг той самой революции, ее идейная креда, ее вклад в развитие цивилизации? Ну вот, американская революция в 1776 году началась с декларирования того, что к числу неотчуждаемых прав человека относится жизнь, свобода и стремление к счастью. Российская революция 1917 года шла под лозунгами «Заводы рабочим земля крестьянам». И пусть и в первом, и во втором случае на практике все получилось не так гладко, но все же это был явный смысловой прорыв. Каким же новым смыслом обогатило украинцев, не говоря уже про человечество, революция, достоинство? На ум приходит только плакат «Я хочу кружевные трусики в ЕС». А кроме этого, у революции ведь ни единого маломальски теоретического текста не нашлось. Так, если у нас нет никаких идейных основ, а практика показывает ровно обратное нынешним красивым словам, то какие вообще есть основания все это называть революцией, и уж тем более достоинства и свободы? Хорошая революция, которая саму себя не сознавала, которая не знала, чего хочет. Если называть свободой и достоинством только потерю суверенитета, расколотая общество, гражданскую войну и экономическую деградацию, то так оно все отныне и навек и будет дальше. Получается, что сегодня украинцы празднуют день этих своих достижений и объявляют их вечными ценностями своей страны. Ну что ж, хозяин барин, а никто не задумался, что на лицо явный парадокс. Празднуется свобода настолько удушающе, что ее уже никому нельзя критиковать. Параллельно с празднованием идут обыски и следственные мероприятия в музее той самой революции. Там украли 100 миллионов гривен, выделенных на строительство. Вот, собственно, и ответ сразу на все. Революция была нужна тем, кто хотел воровать. И пока они не будут в тюрьме, все от последнего боевика до порубия Турчинова и Яценюка, кривая истории Украины будет неумолимо закручиваться спиралью все ниже и ниже. Если когда-нибудь возрождение Украины и начнется, то отправной точкой должно стать превращение 21 ноября из праздника в траурную дату с приличествующим случаем обещаниями с никогда снова. Пока не придет понимание, что свобода и достоинство – это не деструктивное желание навязать свое мнение всем согражданам, не шовинистические и ксенофобские лозунги, не вера в иностранную халяву, все будет только хуже. И вот увидите, если это таки произойдет, сразу все начнется налаживаться. И переговоры с республиками Донбасса станут продуктивнее. И на выборах вместо клоунов и дилетантов начнут избирать адекватных профессионалов. И газ дешевле станет, и расходы на армию можно будет сократить. Все это начнется в тот день, когда 21 ноября с государственных телеканалов зазвучат другие акценты в честь даты. Григорий Игнатов, 7 лет революции достоинства, повороту не туда украинской истории.